здравствуйте дамы и господа рад приветствовать вас на сегодняшней встрече на нашей встречи посвященной экологическим технологиям и самому актуальному направлению самому актуальному проекту который на данный момент запустился 21 веке и сегодня я вам расскажу о нем немножко поподробнее с компанией skyworld community это огромный международный фонд который объединяет единомышленников для того чтобы создавать и делать новые технологии закрывающие технологии которые освобождают людей которые дают новые возможности и все это с помощью компаний skyworld community это одна из тех компаний которая сейчас дает возможность любому человеку на планете с любым менталитетом на любом континенте в любой стране на любом языке делать созидательную работу созидательные пользу так скажем улучшать свою жизнь мир людей и при этом зарабатывать тем что передаешь знания с помощью народного финансирования сейчас создаются тысячи тысячи проектов миллиарды долларов и это люди делают лучшие для народа и для всей планеты не в зависимости от государства крупных корпораций и сегодня я расскажу вам о потрясающей технологии о технологии транспорта о первой из целой серии эко мира но это самое актуальное именно потому что она больше всего привнесет изменения в нашу планету и я сегодня рассказываю о проекте не просто который только-только начался о проекте который сейчас уже на предпоследнем этапе мы заканчиваем 14 этап из 15 то есть представьте огромный путь более пяти лет 15 этапов с множеством с миллионом задач наверное и это все общими усилиями сделали 500 тысяч человек и во главе проекта стоял гениальный ученый как и продолжает стоять и развивать ее по всей планете потому что мы уже развиваемся даже не в одном климатическом поясе а в нескольких и в разных стран у нас потрясающее руководство надежда косарева и анатолий эдуардович и низкий который даже во время карантина сделали все необходимое для того чтобы компания только улучшилась нигде не приостановилась и пошла дальше с учетом новых реалий поэтому вы сегодня увидите насколько все прекрасно потому что новости на сегодняшний день действительно фантастические дамы и господа еще раз 14 из 15 этапов плохие проекты они не собирают финансирование те которые не выполняют то что заявили они не проходят этап за этапом те которые плохо общаются и коммуницируют с миром у которого так скажем нет будущего они тоже не развиваются они пристанавливаются мы в данный момент заканчиваем 14 этап поэтому у каждого человека еще есть возможность и есть время хотя бы немножко изучить и увидеть насколько это важно почему 500 тысяч человек по всей планете при том что думают о разном у них разная жизнь но есть что-то более важное что их объединило и создало то что вы сегодня увидите я один из этих людей давайте познакомимся меня зовут артем курбанов я из города даугавтаса из латвина я всю свою жизнь старался делать мир лучше потому что получилось так что семейное положение она заставляла расти брать ответственность помогать другим работать с любовью и эго и действительно получилось хорошо потому что получилось сделать много людей счастливыми очень много работы произвести делать мир лучше в районе своего дома потом своей семьи потом своего города потом своей страны и в один момент я понял что пора расти дальше и начал искать альтернативные виды проектов масштабных плавитарных также как и альтернативные виды доходов и в итоге узнал что есть множество возможностей с помощью интернета иметь фрилансовую работу работу в которой ты не привязан к одному месту то есть ты можешь жить с определенной зарплатой в более чем половине мира и не быть привязан к определенной точке я увидел в этом огромный плюс потому что такие знания было бы здорово и другим людям дать потому что можно за меньшее время делать больше средств и постоянно перемещаться не быть привязан в итоге я узнал о краудинвестингах народном финансировании то есть люди объединяются совместно через интернет какой интернет дала огромную пользу об объединении в итоге есть так скажем три типа людей есть люди у которых есть идеи но нету средств и времени например а есть люди у которых есть время но нет средств и идей а есть люди у которых есть много средств но нет идей и нет времени и эти люди как единомышленники объединяются через интернет тот у кого есть идея пишет что он хочет создать и ищет единомышленников и И говорит, я дам половину, либо треть своей компании людям, которые дадут мне стартовый капитал, чтобы я все начал, все сделал и начал делать этот мир лучше посредством своего продукта и услуги. И находятся люди, которые хотят, о, а мне нравится, что ты делаешь. Давай, я тоже хочу участвовать, чтобы у мира это было. И я хочу стать совладельцем твоей компании. Вот тебе средства, развивайся, а я в будущем буду частью, так скажем, владения твоей компании. И есть люди, которые помогают это продвигать, у которых нет ни средств, ни идей, но у которых есть время. И они могут взять знания где-то, изучить их и передать другим, как сарафанное радио. Тем более это экологический способ, потому что если вам интересно, вы внимательно слушаете. Если вам не интересно, вы либо меняете тему, либо расходитесь. То есть получается, не тратится то время, которое тратится для распространения информации сейчас в мире, в потребительском обществе. Реклама, реклама, страницы, интернеты, видео. Это не так необходимо и это не так эффективно. Скажем, сейчас рекламу пустить по, например, ЛНТ, это 40-50 евро за минуту. Это, точнее, прошу прощения, за секунду. Это огромный, то есть реклама в минуту стоит полторы тысячи, а их нужно запустить 10. И на разных каналах. То есть это что, десятки тысяч в день для того, чтобы прорекламировать? С помощью народного финансирования люди делятся информацией сами. Сами выбирают, кому будет интересна информация, кому нет. Сами выбирают прийти, как вы сейчас, на эту встречу и увидеть, услышать то, что может быть вам полезно. В итоге интернет и желание людей сделать для всего дома, для всего человечества, для всего живого лучше, объединяет. Объединяет и создает действительно потрясающие проекты. С одним из них я познакомился и, изучив множество подобных по такой системе, я выбрал самый лучший. Потому что этот проект действительно достоин того, чтобы о нем узнал каждый человек на планете и услышал хотя бы один раз о успехах и возможностях поддержать и усилить данное движение. В итоге в 2016 году я узнал о данном проекте. Не сразу, через год где-то я так собрался поизучать, два месяца поизучал. С каждым днем мой энтузиазм просто становился все выше и выше, потому что я думал, действительно ли такое сейчас происходит на планете? И это действительно было так, потому что я узнал еще немножко больше и уже в октябре 2016 года я решил так, получится, не получится, я не позволю себе, я себе не, так скажем, не прощу, если такое дело, которое уже так сильно развивается, тогда был уже шестой этап, мне кажется, но еще ни один транспорт не ездил, не было в железе. Я думаю, ну как это, не помочь, не попробовать сделать с учетом всех фактов? И в итоге я стал совладельцем данной компании, поддержал ее, понял, что может быть на час, на день или на неделю, но я ускорю этот процесс, дам больше возможностей, что это случится, чем не случится. И начал искать дальше. В итоге в течение года много чего происходило, и в один момент, не самый простой для моей жизни, я узнал о Анатолии Эдуардовиче Юнисском, вышел фильм, и я узнал о нем немножко больше, и начал изучать его, подумал, что за человек, с которым так многое происходило, так много вставляли палки в колеса для того, чтобы не пропустить народную технологию, потому что она не коммерческая, она для народа и для живого, несет огромное количество пользы, а недельник. И подумал, как он выжил, как он пронес свои идеи, как он донес их и до сих пор умудряется реализовывать их. Я понял, надо изучить этого человека. Либо он имеет суперидею, какая должна быть идея, чтобы постоянно давать силы к жизни, либо что это за человек такой внутри, что он так готов стараться ради всего живого на планете, ради целой цивилизации, положив свою жизнь в основу и изучая всю жизнь науку для того, чтобы сделать рай на земле. Я понял, что этой компании нужно помогать больше и приблизиться, узнать тех людей, которые там работают. И я действительно это сделал. Я пролезал в любые возможности, которые могут. Я хотел узнать максимум о данном проекте, потому что просто отметнуться, ай, наверное, это не получится, не мог себе позволить. Слишком многое стоит на кону. И в итоге я понял, что нужно становиться партнером данной компании, нужно помогать ей развиваться, нести эту информацию, потому что многие силы в нашем мире против такого транспорта, потому что он дешевле всего и дает самые большие характеристики на возобновляемом видном топлива и без нефтехимии. То есть это новый уклад мира, новое наше будущее, светлое, чистое и очень приятно пахнет. Но в 2018 году я понял, что этого мало и нужно пролезать еще дальше. Я постарался сделать еще больше для этой компании и стал спикером. И сейчас могу, как для вас, вещать, рассказывая о том, что происходит, почему это настолько важно. Действительно, огромная часть жизни я положил сюда, потому что изучал и с каждым днем все больше понимал, насколько важное дело сейчас происходит прямо под нашим носом. Дамы и господа, я надеюсь, я хоть немножко стал вам ближе, вы немножко лучше узнали меня. И я хотел бы принести вам ту информацию, которую я считаю самой важной на данный момент из тех, которые у меня есть. Если хотя бы один из этих основных побуждающих факторов вам откликается, если вы хотите чего-то из этого, если вы хотите изменить в этой сфере, то вам точно будет полезна информация по данному проекту, по народному финансированию, по Анатолию Эдуардовичу Юнисскому. Потому что это движение, этот проект заканчивается, но будут еще очень много, потому что эти технологии уже созданы, спроектированы, их нужно только реализовать, сертифицировать и реализовывать по миру. Поэтому, если вас интересует что-то из этого, пожалуйста, устраивайтесь поудобнее. Возьмите воды, наверное, а не чаю, а может и чаю, потому что день, ну, очень горячий. И продолжим наше путешествие. Наши города. Нас почти 8 миллиардов человек. Мы заселили всю планету. И это мы сделали с помощью передвижения, с помощью транспорта. С помощью транспорта мы смогли действительно сделать очень-очень важные успехи, важные усилия. Потому что сначала он перевозил грузы, наш транспорт, потом уже и пассажиров. То есть для груза и пассажира перевозок. И чем больше скорость транспорта, тем больше мы могли позволять себе. И в итоге мы заселили всю планету. Всю наш, весь наш прекрасный дом. И первым из транспортов был водный транспорт. Самый используемый сейчас, то есть самый долголетний, долгоиграющий, долгоиспользуемый. Но огромное количество, конечно, мы на нем перевозим, но он может идти дни, недели, месяцы даже. То есть для скоростей 21 века он уже не подходит. Ведь мы пересылаем деньги за секунды, разговариваем с другим континентом в реальном времени. Видеосвязь можем с противоположным уголком планеты выстроить и поговорить. То есть мы делаем все очень быстро, очень быстро, кроме перемещения грузов и пассажиров. Да, у нас есть и другие виды, например, аэропорты и авиатранспорт, авиационные отрасли. Но представьте, такое количество аэропортов, умножьте на 10 или на 30, это количество самолетов. Как много пространства они занимают. Да, он безопасный, но тем не менее, если у нас будет становиться больше, будет ли он эффективен? И насколько, если он сейчас настолько вреден, насколько он вреден будет в будущем? Потому что сколько топлива сжигается, какие изменения климата из-за постоянных полетов? Это огромное влияние, к сожалению, на нашу планету. И это необходимо менять. Плюс сколько времени мы тратим, чтобы добраться до аэропорта, сдать свой багаж, дойти до гейта и так далее. Все это в будущем можно будет сделать гораздо быстрее и гораздо разумнее. Нужно лишь изменить скорость транспорта. И такие решения есть и реализуются. Есть, конечно, и другие виды транспорта. Например, такие, как наши железные дороги. Железные дороги помогли нам в течение 200 лет развивать нашу цивилизацию. И даже в самом начале строилось по 30 километров в день кирками и лопатами. То есть очень быстро. Представьте, как быстро по новым технологиям. Более легко интегрируемым в наш мир будут строиться новые транспортные пути, транспортные артерии. Почему можно заменить этот транспорт? Потому что средняя скорость его с учетом погрузки и разгрузки 15 километров в час. Для скорости развития нашей планеты это уже неприемлемо. Плюс это занимает очень много времени, очень много места. Большой землеотвод и огромные работы, земляные работы, чтобы построить такие железнодорожные пути. Есть, конечно, у нас и автотранспорт, самый мобильный транспорт первого уровня, как и железнодорожный. Но есть проблема. Это больше пяти площадей Великобритании. Это земля мертва. И она очень вредоносна, потому что все дороги и машины первого уровня опасны. Даже только потому, что там есть человеческий фактор. Но они просто находятся на том же уровне, где флора, фауна и человек. Там, где находится все живое. Поэтому транспорт тоже необходимо куда-то выносить, либо уменьшать, либо что-то ему брать на замену. Потому что под землю очень дорогостоящие работы, над землей очень тяжелые дороги, автокады и сами транспортные средства. То есть данный вид транспорта, с учетом развития количества населения наших городов сейчас, более перестали быть эффективными. И, тем не менее, мы живем дальше и мы развиваемся. Развиваемся. Огромные изменения сейчас в городах. Потому что города перестали строиться для людей. Они начали строиться для машин. И мы видим это. В таких городах тяжело жить. То есть они похожи на микросхемы. Хорошо, если проглядываются где-то зеленые участки. А мы ведь живые. Нам же нужно дышать свежим воздухом. Мы видим, конечно, города, которые строятся по новым технологиям, с новой логистикой. Но это все равно один уровень. И это все равно очень опасно. В крайнем случае, точнее не в крайнем, а в обычном случае, мы все время увидим, как города постепенно модернизируются, пытаясь решить проблемы, увеличить пропускную способность. Но похоже ли это на хорошее место для проживания живого организма? А нам нужно находиться на природе, потому что мы биологические. И от этого зависит наше здоровье и наше самочувствие. Где-то машины просто перестали быть полезны. То есть они дают свою какую-то полезную нагрузку, полезную пользу в общем целом. Но иногда на общественных транспортах даже лучше проехать, чем на автотранспорте. Или было бы лучше, если бы все ездили на общественном транспорте. Здесь, например, 40 полос. Китай. Представьте. И вы все это время стоите, и там все это дымит. Либо Индия, Индонезия, там, где вообще тяжело позволить, точнее по экономике тяжело позволить сделать действительно хорошие дороги, чтобы хватало всем участникам движения. И это повсеместно. При увеличении населения планеты увеличивается будет количество машин. Но как это можно изменить? И почему у нас становятся такие пробки даже уже и в маленьких городах, не в густонаселенных местах? Урбанизация. Люди хотят находиться близко. За один день иметь возможность несколько сфер своей жизни, так скажем, улучшить, что-то сделать в них. То есть в разных местах в городе они находятся ближе друг к другу. Но города у нас зависят от скорости транспорта. То есть как только появилась повысшая скорость транспорта от первых, там, города начали уже не километр, например, а два в ширину, еще выше скорость транспорта появилась, начали делать 3, 4, 5 километров и так далее. Наши города развивались. То есть если скорость транспорта будет достаточно высокая, то есть, например, 400 или 500 километров в час, то люди смогут жить за городом достаточно хорошо расселенно и спокойно добираться в город, сделать свои дела. За считанные мгновения. И нам не придется съезжаться и создавать эту проблему, усугублять ее, потому что от урбанизации каждый метр, на который претендует, мы создаем спрос, он становится дороже. Все магазины становятся дороже. Аренда дороже. Каждый продукт дороже. Услуга дороже. То есть мы съезжаемся в город, съезжались в город ради получения пользы, но в итоге уходим от жизни ради эффективности, хотя одной без другой не может быть. И что выбирает человек? С утра просыпаться и видеть природу, слышать пение птиц и рассвет, либо видеть темный двор и соседа, соседний балкон с вывешенными вещами. То есть это действительно можно изменить. Стоит только рассмотреть, какие есть альтернативы. Ведь это действительно касается каждого. Города сейчас уже не для людей, а для машин. Пешеходов выносят куда угодно и места для пешеходов. И это становится очень удобно. Есть города, в которых, если у тебя нет автотранспорта, ты не можешь передвигаться. То есть ты доходишь до определенного места, есть заезд к зданию, например, как в Дубае, а дальше, чтобы пройти, нет тротуара. То есть ты можешь только заказать такси, либо сесть на свой транспорт и поехать дальше. Причем скорость достаточно высокая, по краешку не пройдешь. Это не самый хороший вариант, потому что это обрезает мобильность человека. Очень серьезно. Ну и, конечно же, наверное, не самое рациональное использование площади места. Либо, как здесь, город расширяется, его артерия должна быть больше, но ее вшире, на одной плоскости, на первом уровне, с ней ничего не сделать. Поэтому из нее делают, на ней делают второй уровень. То есть представьте, первых четыре этажа дома люди никогда больше не увидят прямого солнечного цвета. Это, к сожалению, ужасно. Но городу ничего не приходится другого делать, потому что у него якобы нет других возможностей, если руководствуются старыми традиционными способами и не брать в учет новые, как делают уже некоторые страны в нашем мире. Эти пути перерезали нашу планету. Маленькие удавки, в которых люди стоят по два, три, четыре часа. Например, Лос-Анджелес, 21 век. Триста восемьдесят часов в среднем человек может провести в пробках в Калифорнии. Триста восемьдесят часов в год в пробках. Это огромное количество нашего времени. Я был и в белой пробке, и в красной пробке. К сожалению, это действительно ужасно стоять там. Жара, ужасный воздух. И ты ничего не можешь сделать. Ты просто неправильное время не выехал в неправильном направлении. И все. 20 миллионов человек и 20 миллионов машин. Но мы видим сейчас эти проблемы уже и в миллионниках. И даже там, где есть 100 тысяч, уже есть пробки. Поэтому необходимы новые транспортные отрасли. Потому что дорога первого уровня, куда ее не выносить, она все равно так же неэффективна, так же дорогостоящая. Так же дорогостоящая в эксплуатации и в капитальных ремонтах. И недолгосрочно, небезопасна. И это очень важно. Потому что нельзя позволять устарелым технологиям ухудшать жизнь людей, когда есть более хорошие, лучшие, я бы сказал, и альтернативы с меньшим использованием ресурсов планеты, то есть которые дешевле. Ведь это же не вариант, правда? Ну и, конечно, хотел бы обратить ваше внимание на статистику. Точнее, не статистика, прошу прощения, а логистику. Но логистика – это очень важная вещь. Потому что сейчас, с учетом технологий 21 века, спутниками, мы можем рассчитывать, и 3D, так скажем, программами, проектированием, мы можем рассчитать самые масштабные и сложные проекты. Ведь смотрите, например, устройство города. 200 человек в 177 машинах стоят в городе. Там, где весь первый уровень отдан транспорту, автотранспорту. Это более трех кварталов. Место занято. Плюс огромный человеческий фактор. 200 человеческих факторов. И все это место, пока они едут, занято. Все это асфальт нагревается, оно не живое, не дает пользы, кроме самого движения автотранспорта. И что дальше? Потом мы останавливаем наши машины и оставляем их в городе жариться и занимать место. Хотя сама машина занимает гораздо большее место, чем нам необходимо. Но если мы убираем машину, посмотрите, сколько занимают 200 человек. Очень мало. Действительно очень мало. Мы их можем поместить, например, как в электроавтобусы, как в Европе. Три электроавтобуса вмещают 200 человек. И могут с хорошей логистикой добираться, освобождая огромное количество мест. То есть если логистику будут модернизировать, то уже есть огромные возможности по разгрузке всех городов. И гораздо быстрее добираться до места. Сейчас, как раз в статье несколько дней назад указывалось, что в Шарджи тот проект, который сейчас разрабатывается, там можно будет передвигаться со скоростью до 125, например, километров в час. Внутри города остановка, к примеру, 2,4 километра, то есть 2400 метров. А в пути находиться не более 60 секунд. То есть ты садишься на свои остановки и едешь на свою минуту, две, три. Как говорит Юницкий, при правильной логистике в любом городе, огромном даже, просто с правильной логистикой, то есть миллионниках, можно тратить на транспорт, на дорогу человека не более 20 минут, чтобы добраться ему. Среднестатистический расчет городской. Это есть в его работах. Поизучайте, это очень интересно. Ну и, конечно, завершение. Один легкий поезд. Один легкий поезд с быстрым разговором, быстрым торможением, абсолютно экологичный и безопасный. При правильном расположении трасс, которые стоят дешево, их можно сделать не одну, и так далее, как нам поставить. Вот таким способом и таким. Можно сделать несколько путей сообщающих. И они будут легко доставлять пассажиров на свои места. Например, есть еще другая сторона логистики. Например, для более малых городов. Либо там, где очень густо населенные по сферам деятельности места, где нужны маленькие остановочки. Вы приходите на станцию, на телефоне, либо на самой станции, набираете. Мне нужно с этой остановки, я здесь, вот на ту остановку. Это, например, через 10 остановок по маршруту. И все, и ждете. Есть еще люди, которые выбрали другие остановки. Есть люди, которые выбрали ваши. В зависимости от того, какое количество, поскольку это вся система полуандроиды с искусственным интеллектом, все это связано, она расчивает так. Пять человек едут на эту остановку и подгоняют не четырехместный, а пятиместный транспорт, они все полуандроиды. Это система городская, в которой все работает сообща. Подъезжает шестиместное транспортное средство или пятиместное, вы заходите внутрь, то есть это происходит буквально в течение минуты или нескольких минут. И разгоняя скорость один раз, едете, пропуская все остановки, именно на вашу. То есть вы каждый раз не разгоняетесь и не тормозите. Вы не тратите огромное количество времени и энергии. И это еще один потрясающий вид логистики, который можно использовать, который хорошо разработан и учтен в разработках линейных городов и эко-поселений Анатолия Эдуардовича Леницкого. Эко-мир – это целая серия потрясающих технологий, которые сейчас очень необходимы, дамы и господа. Мы видим это по всему миру. Мы видим, что происходит с нашей природой, с нашим транспортом. Есть страны, которые просто не могут себе позволить нормальный вид транспорта, нормальную сделать транспортную культуру, то есть автодороги, которые бы давали место каждому виду участников. И, к сожалению, люди пренебрегают безопасностью ради того, чтобы перемещаться. Представьте, насколько это важно. Это наша учеба, работа, это наши семьи, друзья, любимые, проекты. Это все происходит с помощью передвижения. И его мы, каждый человек на планете сейчас, имеем возможность модернизировать, представьте, и спасти огромное количество людей. Ведь более полтора миллиона жизней в год уносит автотранспорт. Более полтора миллиона жизней в год. Еще около 10 миллионов делает инвалидами. Автомобили делают больше, так скажем, проблем, чем во всех других катастрофах, которые происходят. Представьте, какое влияние. А это только лишь потому, что это транспорт первого уровня. Он находится на одном уровне с флорой, фауной и человеком. И весь этот перегруз, опять же, одна из причин. Это наше потребление. Это эра потребления. С таким количеством грузов, услуг, товаров, которые мы себе заказываем. И с этим уже плохо достаточно справляется наше транспортное сообщение. Что авто, что по морю, это действительно очень сильно усугубляет наше положение, потому что мы дороже платим за все. А значит, меньше получаем от жизни. Просто из-за неэффективного транспорта, который сдерживали и придерживали, пока до конца не выварят эру нефти. Но сейчас есть и у Немицкого специальные разработки портов. Порты, в которые строятся на шельфе моря, в которые могут подъезжать, подплывать огромные лайнеры, баржи и сгружать последовательно грузы, которые сразу же по нашим транспортным системам двигаются в направлении доставки. То есть эти возможности, практически все, о которых я говорю, изменяет одна транспортная инновация. Новая транспортная отрасль. Потому что мы видим, что миллиарды долларов сейчас теряются на просто одно простое. Какое количество времени и ресурсов мы тратим в наших городах. Это все огромные масштабы, за которые каждый человек в итоге платит. Именно народ все это оплачивает. Потому что на нас, на обычных людях, строится бизнес. И даже такая маленькая ситуация повлияла экономически практически на всю планету. Представьте, одна, один корабль, севший на мель. Кстати, мы уже представили потрясающее решение для Суэцкого канала, как можно сделать передвижение с помощью струнных транспортных технологий. Поэтому наш генеральный конструктор и люди, которые уже познакомились с данным проектом, понимают, что эти проблемы касаются каждого. Перегрузка транспортных путей, всех видов путей. И отсутствие безопасности для жизни, для живого. И это, дамы и господа, это касается каждого. Ведь человек распространяется во все стороны, строит дороги во все стороны. Он двигается и развивается, пытается обуздать всю планету, всю природу. Но природа, она живая. Она живая и заносит нашей дорогой бархамами, где-то снегом, ливнями и так далее. Тем более, как сейчас она расшатана. Где-то и цунами, где-то и торнадо. И человек не видит, какое влияние он приносит на свою планету. В какое небо он превратил свой голубой рай над своей головой. И сейчас люди, сейчас действительно могут на это повлиять. Ведь маленькие вещи по улучшению экологии, которые для нас показываются в интернете, СМИ, они мизерны. Они лишь совсем детальны. Они не сильно улучшают ситуацию. Потому что, если говорят, чисто не там, где убирают, чисто там, где не сорят. То есть нужно перестать снять какие-то из сфер, без которых мы не можем жить, которые мы не можем отбросить. Их неотверзимо перевести на чистый вид питания. На возобновляемые виды энергии. На свет, тепло, на ветер, геотермальная энергия. От воды получать энергию, от моря, например. То есть сейчас же 9 из 10, так скажем, киловатт мы получаем от сжигания, не экологическим способом. И в итоге получается, что мы находимся в замкнутой комнате. Это наша планета. И есть чуть-чуть больше ее атмосфера. Вот эта вот часть, это вот наша живая биосфера. Мы там развиваемся и с помощью техносферы. Часть нашей техносферы вредоносная. Но мы в закрытом куполе. Мы в комнате. С одной стороны, атомные реакторы травят воздух, землю, воду. С другой стороны, наше производство травят. С третьей стороны, автомобилей огромное количество. С четвертой стороны, запуски ракет, чтобы сделать что-то там, за пределами нашей планеты. Когда у нас здесь еще плохо. А мы в центре этой замкнутой комнаты пытаемся выжить. И пытаемся дать лучшее, то, что есть, для будущих поколений. Это действительно нужно и можно поменять. И это тоже, как я надеюсь, вы поняли. Это дело каждого. Загрязнение окружающей среды. Мы каждый влияем. Даже тем, что мусорим или нет. Подберем мусор свой или где-то вывалился и выкинем его. Донесем его до урны или нет. Даже таким способом. Ведь представьте, до появления человека на земле не существовало мусора. Все само собой перерабатывалось достаточно быстро. Не существовало мусора. Поэтому это точно дело людей. И это дело каждого человека, потому что это наш общий дом. И каждый человек правитель его. Если с любовью относится, значит, он и этого достоин. Как Анатолий Эдуардович Ницкий, как Жак Фреско, как Сад Гуру, как Будда, как Далай-Лама. И как прочие люди, которые делают гораздо больше, чем нужно их жизни. Они делают много для всей жизни. С помощью данного транспорта мы сможем очистить нашу планету. Она придет на помощь в наши города. Она разгрузит их, она сделает их чище. И можно будет легче дышать. И гораздо меньше ресурсов планеты мы будем использовать. Экономия разумная. При том, что мы получаем максимум эффекта. В 15 раз меньше электричества потребляет наш струнный транспорт, чем автомобили. Если перевести электричество в эквивалент топлива. И очень разумное к экономии отношение дало потрясающие результаты. Потому что Анатолий Эдуардович сделал очень-очень хорошие исследования и разработки на эту тему. И уже осуществил их в жизни. Потому что данное транспортное средство уже готово, уже представлено на нескольких выставках. И уже продувалось в аэротрубе и проходит свою сертификацию. Но посмотрим, в чем же разница. Чем же наш транспорт настолько лучше в экономии, чем автомобильный транспорт. Во-первых, тяжелый транспорт, автотранспорт. Во-вторых, главное, на что мы тратим энергию, это сопротивление и разрушение окружающей среды. То есть здесь автотранспорт, когда перемещается из точки А в точку Б, он трение о поверхность, очень большая трата. И столкновение с воздухом. Впереди аэродинамика, снизу экранный эффект, завихрение воздуха тоже тормозит. Сзади турбулентность. Создается воздушная яма там, откуда мы только что передвинулись. И туда со всех сторон засасывается воздух, чтобы это сбалансировать, скомпенсировать. Получается, что когда транспорт едет, обычная авто, машина со скоростью 60 км в час, где-то 30% всей энергии, которую производит двигатель внутреннего сгорания, тратится на сопротивление и разрушение окружающей среды. А при скорости 300 км в час 90% энергии тратится. Представьте, 90% энергии, которую мы производим, просто уходят на сопротивление. Если убрать сопротивление, можно все, ехать так же, с такой же скоростью, так же разгоняться, но тратить в разы меньше. Не на сколько-то процентов, но в разы. В итоге что сделал Анатолий Эдуардович? Во-первых, он освободил всю планету от флоры, фауны человека и вынес транспорт на новый уровень. О том, насколько это идеальная дорога, мы поговорим чуть позже. Но сейчас экономить самого транспорта. Это, например, берельский транспорт. Берельсы, две рельсы. И между ними нет сплошного полотна. То есть когда воздух проходит сквозь транспорт, то есть он сначала встречается, и наш транспорт как из-за идеальной формы, как горячий нож разрезает масло, то есть входит в воздух и не создает особого сопротивления. В аэротрубе потрясающее видео было, как оно обтекает с нескольких сторон. С каждой стороны проходит воздух, при этом нет торможения из-за экранного эффекта, потому что полотно не сплошное, два отдельных рельса. И сзади из-за идеальной формы воздух тоже спокойно сходит с транспортного средства, не создавая воздушные ямы, то есть не создавая большую турбулентность. И получается, что с помощью данных качеств, данных изменений, создалось одно из лучших коэффициентов аэродинамического сопротивления в транспорте на планете. CX равно 0,065. Это в 16,5 раз лучше, чем у Bugatti Veyron, одной из самых скоростных и дорогих спорткаров. То есть представьте, в 16,5 раз аэродинамика лучше. То есть мы можем тратить минимальной энергии для того, чтобы получать максимальные скорости. И это одна из частей экономии. Поэтому вы можете посмотреть, сравнить это. 14 человек 100 км в час проезжают со скоростью 100 км в час и тратят чуть больше 1,5 литра топлива. Круто, да? Только еще экологично полностью и безопасно. Либо все автомобилисты, у которых есть машина, поймут. Представьте, ваша машина только не 5 человек, а 6. Очень комфортно. Много места. Причем машина едет сама. Не один багаж, багажное отделение, а два огромных в начале и в конце. Вы перемещаетесь на 100 км и тратите всего на все это, на багаж, на 6 пассажиров, 5,5 литров топлива. Но вы едете полностью безопасно, экологично и со скоростью 500 км в час. Хотя стоимость такого транспорта будет как джипа хорошего, технологичного. Так что экономия и экология выходят на потрясающий уровень. И это четвертая главная проблема, с которой можно действительно сделать большие изменения. Большой расход энергии, большой расход ресурсов в нашей планете. Ведь посмотрите, у этих фотографий, справа и слева, разница 150 лет. У здания, точнее у самой дороги. Но больших изменений не получилось. Просто более крепкие материалы, реже опоры стоят. Но это так же много ресурсов, так же много времени, так же много энергии человека. И такая же эффективность. Хотя можно сделать гораздо лучше. Многие решают и таким способом. То есть смотрят, какую зону они вообще не использовали, как сделать. Но в итоге скорость невысокая. Затраты достаточно большие. Безопасность ограничена. Либо как здесь. Выглядит похоже на струнный транспорт. Но вы посмотрите, какой массивный путь. Он очень тяжел. Это же трамвай с колесами сверху. Скорость достаточно низкая. Затраты огромные. Безопасность слабая. И землетвод хоть и маленький, но там ничего не построишь. Там ничего нельзя сделать. Потому что опасно под таким транспортом. Он очень тяжелый. И нету там десятикратного запаса прочности. Поэтому такой транспорт не вариант. То есть если брать старые виды транспорта и пытаться их модернизировать, особо ничего не получится. Но Енисский пошел дальше. Он взял все, что необходимо знаний о перемещении и начал создавать самый уникальный транспорт. Из понимания своих технологий уже эко-мира. Потому что, можно сказать, струнный транспорт – это ответвление от крупной технологии, упрощенной, от геокосмической на земную, самую простую, самую понятную. И мы поймем, как это сделалось. Ведь как строится дорога? Чтобы был хороший путь из точки А в точку Б? Хорошее сообщение. Мы определяем, где это будет дорога. Она должна быть идеально ровная, желательно прямая. И мы должны ее сравнять по горизонтали. Всю флору и фауну в один уровень. Потом 10 слоев по правильной технологии выложить ее, чтобы у нее было долгое служение. Хотя мы видим, что происходит с нашими железными дорогами и автодорогами. Это огромные деньги на их эксплуатационные расходы и на ремонт, на какие-то еще дополнительные затраты постоянные. И это, к сожалению, огромный слив ресурсов, населения. И только потом, когда мы все это вырыли, уложили, сделали по технологии, мы можем пустить транспорт поровну и часто его ремонтировать. Посмотрите, как это выглядит в реальности. Как много энергии, времени и ресурсов нужно, чтобы построить километр такой дороги? Либо как много энергии нужно, чтобы создать и проложить, сначала взорвать, очистить и проложить железнодорожный путь в скале? Это огромная часть энергии, огромные затраты, нерациональные, но почему-то они еще используются и не дают закрывающим экологическим технологиям, более эффективным, быстро выйти на рынок. Потому что сейчас это дело людей. Кто-то всегда зарабатывал на этом и не хочет отдавать свой кусок пирога, потому что на этом не заработаешь. Это уже принадлежит народу. И это будет принадлежать народу. Потому что тысячи адресных проектов, миллионы километров дорог в 21 веке будут построены с помощью содружеств и объединений людей. Все вместе. Поэтому мы с компанией Sky World Community делимся знаниями, делимся всем самым лучшим, чтобы вы могли узнать о новом, узнать о новых технологиях, узнать о новых возможностях и сделать действительно свою жизнь лучше и мир лучше. И поэтому объединилось 500 тысяч человек из более чем 200 стран и регионов мира. Потому что они вместе создают транспортно-инфраструктурную отрасль, которая по потенциалу не уступает таким отраслям, как авиационная, железнодорожная и автодорожная. Люди создают будущее нашей планеты. И мы его уже создаем, мы уже на нем катались, мы уже частично его сертифицировали. У нас огромный штат людей, у нас собственное производство, на котором мы это делаем. И этот транспорт уже показал себя по всему миру. Новый экологичный, умный транспорт, закрывающая технология, которая освободит человека от перемещения грузов, от вождения транспорта, потому что он просто будет набирать то направление, которое ему будет нужно, и уезжать, при этом все время занимаясь своими делами. Мы обережем мир животных, флоры, человека, потому что мы будем на другом уровне с этим транспортом. А весь мир, весь первый уровень, вся планета Земля, вся поверхность будет принадлежать всему живому. Не волнуйтесь насчет того, что мы будем на высоте. Безопасность более чем в 2000 раз выше, чем у автотранспорта. Это заявление нашего генерального конструктора. Потому что нет перекрестков, не может быть боковых столкновений, не может быть столкновений сзади, потому что вся система комбинирована, соединена между собой и совместно принимает решение. Не может быть столкновений. Если что-то с мотор-колесом, который вы видите, экологический способ передвижения, то другие или даже одно мотор-колесо может доставить вас до станции ремонта либо смены транспортного средства. Так же, как можно и спуститься с транспортного средства, где бы оно ни ходилось. То есть безопасность продумана максимально, насколько это только возможно. И все эти транспорты едут по уникальной трассе, которую можно строить, просто представьте, где угодно. Абсолютно где угодно. И причем угол уже достаточно высокий. А по факту это струны, предварительно натянутые, хорошенько натянутые струны на анкерных опорах с напряжением, перенесенным на земную кору. То есть экологический способ. Земной коре абсолютно никакого вреда не наносится, а мы имеем тонкий, малозатратно по ресурсам, но очень прочную дорогу, по которой могут передвигаться разные виды транспорта. При том, что нам не пришлось изменять ни флору, ни фауну. Все осталось так, как есть. Биосфера не пострадала, а человек получил огромное количество пользы. Например, вот так выглядит один из рельсов. Их множество видов, множество видов трасс и множество видов транспорта под свои необходимости. Здесь пучки струн, совмещенные вместе, помещены в корпус рельса в специальном бетоне, который фиксирует струны в определенном месте, упрочняет стенки, консервирует от коррозии и поглощает шум. То есть около 75 дБ возле проезда транспорта, то есть как разговор, не очень даже негромко. Все это в корпусе рельсы и сверху головка рельса, по которой идет стальное колесо. То есть самый эффективный способ передвижения – стальное колесо по стальному рельсу. КПД 98 или 99%, если я не ошибаюсь. Вот, например, три вида трассы, их уже множество, их уже около 10-ти, пролисающая снизу, берельсовая по центру, полужесткая сверху. У каждой через свое расстояние находятся промежуточные анкерные опоры. Например, на нижней, на которой я уже катался, 400 метров. Сейчас мы еще не закончили проект, уже 400 метров. Могут быть и скалтюбинговые трубы до нескольких километров. Например, километр или два. Представьте, между опорами. Для решения, например, последнего километра, то есть в деревню, куда нужно отправлять трассу. И просто эта струна, трос, размера меньше, чем моя рука. И по ней могут передвигаться пассажиры и грузы без проблем. Представьте, насколько это экономично для ресурсов планеты. Насколько экологично, сколько безопасно. 400 метров любого ландшафта сейчас или в будущем, хотя бы даже километр или два. Два километра любого ландшафта, любая река, озеро, овраг, над домами. Вы можете распространять бесшумный экологический транспорт безопасный в любых направлениях планеты. И двигаться сообща по ним. То есть они будут связываться в общую систему Транснет. Представляете, насколько глобальный проект и технология. И ее поддерживают. Потому что из тех 500 тысяч человек, которые участвуют, которые поддержали этот проект, есть и государственные чины, и военные, и юристы, и экономисты, и инженеры, и робототехники, и программисты, и нотариусы. И множество людей изучали разные документы и положения, данные огромной технологии, над которой Анатолий Эдуардович работал более 20 лет. А над всем эко-миром около 40. И люди в итоге продолжают поддерживать, продолжают развивать, продолжают рассказывать своим близким и любимым о том, что они узнали, чтобы те с помощью собственных аргументов, взятых из их головы, своего мнения, сделали решение. Пройти мимо миллиона, точнее тысяч таких проектов и миллиона возможностей, которые они несут. Либо стать частью подобных проектов. Потому что каждый человек может найти для себя все, что он захочет. Так скажем, лучшее. Дамы и господа, этот транспорт перед вами. Посмотрите. Сзади грузовая трасса, потом полужесткая, потом легкая, потом колтюбинговая труба, и потом наши берельсовые с подвесным и навесным транспортом. И столько видов трасс и транспорта. То есть все перед вами, все уже рабочее. Все это создается с помощью гениального ученого. И сейчас так же, как важно, участие каждого, потому что мы просто сделаем это быстрее. Так же можно уже перестать волноваться, потому что 14 этап заканчивается очень скоро, и будет 15-й, последний. Все это сделано с помощью этого гениального человека, Анатолий Эдуардович Ницкий. Люди нашего тысячелетия, в такую энциклопедию попал наш ученый, который всю свою жизнь отдал науке. 100 выдающихся лидеров России, потому что создал он более 200 изобретений, около 20 монографий, несколько грантов ООН, всю жизнь отдал науке. И он понимал развитие мира, понимал развитие техногенной сферы, и понимал, какие проблемы в будущем и сейчас тогда уже были, и какие в будущем будут. И сказал, что осталось не так много, 5-7 поколений до точки невозврата. Сейчас это 3-4 поколения, если не 2-3 поколения, до точки невозврата, когда мы не сможем восстановить нашу планету. И он старался всю жизнь. И сейчас, насколько бы не старались противоборствующие силы, чтобы не было такого эффективного, экологичного и недорогостоящего транспорта, сейчас у нас все получается. Потому что за последние десятилетия он посетил каждый континент, находил единомышленников везде, где только можно, для того, чтобы дать начало эко-миру, дать начало экологическим технологиям, заменить вредоносную техногенную сферу на то, с чем мы можем рядом жить. И нас поддержали многие. Анатолий Эдуардовича поддержали многие. И струнный транспорт Юницкого поддержали очень многие. Ведь это новая, уникальная, безопасная, закрывающая технология. Более чем в 2000 раз безопаснее, чем автотранспорт. Система общая, как рой, как пчелиный рой, с искусственным интеллектом, как полуандроиды, понимают, как нужно действовать в тех или иных ситуациях с помощью алгоритмов. Имеют машинное зрение и оценку окружающей среды. Более 250 датчиков. То есть технология, которая полностью освободит человека от передвижения, а передвижение от человеческого фактора. Уникальные полуандроиды, уникальные роботы, которые служат человеку. Так ведь и должно быть. Мы сможем на новом транспорте передвигаться очень быстро и безопасно со скоростью 500 км в час. Сможем жить на природе за городом. Сможем работать в других странах и в этот же день возвращаться домой ежедневно. Как возможности человечества увеличатся? Как возможности человечества увеличатся, когда страны с слабыми экономическими положениями смогут позволить себе такой транспорт? Потому что там, где сейчас нельзя построить автодорогу или железную дорогу, можно будет построить данный транспорт. Ведь одна из еще успешных решений для реализации быстрого расселения этого экологического транспорта – это что трассы будут стоить очень недорого, но с условием, что каждый год 25% прибыли от трассы, от проекта будет идти в компанию Unisky String Technology. То есть все совладельцы будут получать прибыль с каждого адресного проекта, которого будет больше 100 тысяч на нашей планете. Более 25 миллионов километров дорог за 21 век мы сможем построить, заменив множество железных дорог и автодорог на более уникальную и оживив почву, которая долгое время была мертва. Это самый эффективный по всем характеристикам, только пока по скорости. Но у нас уже есть передвижение 1250 километров в час. Это одна из разработок Анатолия Эдуардовича Еницкого. Гипервакуум. Поэтому уже очень скоро, даже выделено место в Арабских Эмиратах, я думаю, что они будут больше всего заинтересованы в таких скоростях, и это будет там, в Sky World Community, в Абу-Даби. Передвижение до 1250 километров в час. И просто посмотрите, есть сейчас другие виды транспорта, но насколько они эффективны, насколько можно им доверять, и насколько они безопасны. Да, они якобы экофрендли, если вы видите, то есть содружественны с экологией, но безопасности гораздо ниже, чем у наших видов. Строить можно только на ровной земле, как я вам показывал, огромные затраты на земляные работы. А у нас нет лимитов. Строимся где угодно, в любой почве. Тем более, что данный транспорт можно будет строить с помощью трех, либо даже одного вида робота. Трех – это наземный, летающий и по самому пути. У Юнистского есть такие разработки. А есть и общая система. Как вы, наверное, видели, что есть поезд, который сам себе прокладывает железнодорожный путь, и все забивает. То есть есть поезд, и происходит процесс. Такой же есть и для SkyWay. Как перемещаться, как таком на фабрике «Жук-Палочник» и продвигать данную трассу. Это огромное количество километров в сутки можно будет производить. Тем более, что это очень простая технология. Я бы сравнил с русским топором. Там, где мало частей, очень-очень много эффекта и очень крепко. Только я бы здесь ошибся, потому что этот вид транспорта, он максимально инновационен. Он как космическая промышленность, как авиация. То есть не проще нее. Из того, как много знаний и устройств вложено в одно место. Для, благо, пассажиров и для более удобных перемещений. И для грузов. Эти транспорты разного вида, под разную пропускную способность. Как пассажирские, так и грузовые. Еще недавно были только в проектировании. Но сейчас они уже все есть в железе. Уже тестируются и сертифицируются. Часть из них, сертификация уже завершена. На них мы уже катались. То есть за несколько лет компания умудрилась сделать так много. Такое большое продвижение сделала по сравнению, например, с автотранспортом. Ведь обычную машину, либо пикап, это от 1 миллиарда до 2 миллиардов. Стоит и от 5 до 10 лет, чтобы полностью внедрить и пройти. Мы за чуть больше, чем 5 лет сделали уже 12 видов транспорта. Причем еще 4 в виртуальной среде. Их просто сейчас не нужно делать не для заказов. Есть более эффективные направления. И это при том, что не на существующую транспортную отрасль, а на транспортную отрасль, которая еще не существовала. То есть новые дороги, новые станции, стрелочные переводы, абсолютно все. И не один транспорт, а 12. И еще за более меньшую стоимость. Поэтому, дамы и господа, сделано огромное количество работы. И сделана она действительно хорошо. То, что мы сейчас на 14 этапе, вы понимаете, что это огромный показатель. Потому что иначе мы бы до сюда не дошли. А сейчас мы уже, так скажем, в разгаре 14 этапа. И не за горами 15. Все это время мы рассказываем, популяризируем данную технологию, чтобы люди знали о ней. Потому что она развивается не с помощью традиционной рекламы, не эффективной рекламы. А здесь за рекламу, так скажем, все средства на рекламу, популяризацию идут не в крупные корпорации, не каким-то одним главам, у которых много работников, которые очень-очень много устают и получают маленькие зарплаты. А здесь люди сами являются передачей знаний, передатчиком знаний. Они берут, изучают в одном месте и передают в другом. Честно и правдиво. И за это могут зарабатывать свои средства. С помощью такого способа уже тысячи проектов создались на планете. И они все международны. Так же и мы развиваемся. И двигаемся по разным выставкам. И там было так много наших партнеров. Потому что выставка действительно была знаменательная. Мы представили наш транспорт, который может передвигаться со скоростью 500 км в час. Были внутри него. Это одна из 18 международных выставок, на которых мы себя показали. Дамы и господа, это действительно люксовый автомобиль. Это действительно будущее, которое уже есть здесь сейчас. Собственными руками уже трогалось и ездилось на этом. И уже даже не в этом году, а два года назад, что сейчас происходит в Арабских Эмиратах, дамы и господа, это просто потрясающе. Но для того, чтобы все это запустить, нам нужно просертифицировать технологию до конца. Хотя сейчас уже под тем направлением, которое у нас сертифицировано в Арабских Эмиратах, идет направление. Я сегодня прочитаю вам маленькую заметочку из тезиса нашего члена правления Владимира Маслова о наших проектах, о почти 2000 км, что очень радует. И радует то, что мы совладельцы не только технологий, интеллектуальной собственности, но и у нас огромный штат, куча адресных проектов, множество офисов, действительно более 10 тысяч квадратных метров офисов, в которых работают почти тысяча высококлассных специалистов, постоянно повышающих свою квалификацию, работающих на передовых компьютерах, с самым передовым программным испечением. Например, такие как 3D Experience от Dasalp Alto. И мы являемся экспертами в данной сфере, потому что в Москве уже представляли 3D Experience на огромной выставке как эксперты, то есть как те люди, которые уже имеют огромный опыт и целиком и полностью работают в своей сфере с помощью данной программы по проектированию. Ведь с помощью нее люди из разных стран совместно могут работать над одним проектом. Кстати, в нашей компании включен электронный документооборот для того, чтобы беречь бумагу и наши деревья, то есть в экологических целях. Это наше новое здание. Также мы являемся совладельцами трех заводов, которые полностью делают наше производство, так скажем, реальным и самостоятельным. Сначала собирались по-другому, но теперь у нас уже даже немало серийное производство, и мы готовимся к первым адресным проектам. И это тоже наша часть, это тоже часть тех людей, которые стали совладельцами, которые поддержали проекты компании. Также для того, чтобы все это сертифицировать, нам необходим полигон, как в Объединенных Арабских Эмиратах и в Белоруссии. В Белоруссии в 2016 году мы получили землю, и уже очень быстро она начала превращаться в маленький оазис технологический, экологический технологический оазис. Потому что в 2019 году, когда мы приехали, там уже работало все. Он был уже настолько развитый, настолько прекрасный. И действительно было приятно проехаться на разных видах транспорта, увидеть, как все работает, то, что наша энергия. Так скажем, я где-то сходил, я где-то заработал, я передал куда-то свои средства, свою энергию для того, чтобы она где-то в другом месте развернулась, воплотилась, созидалась. И я вижу, как это работает. Я каждый год, в 2017, 2018, 2019, я был на Экофесте, я видел, как это развивается, и ввели в 2020 году онлайн Экофест. Это потрясающе, дамы и господа, видеть, как такая важная технология, с учетом всех ее аспектов и характеристик. То есть то, из-за чего люди идут, чтобы ее осуществить. Это потрясающе. 2021 год. Испытательные центры, энергетические комплексы, 7 видов трасс, разные виды транспорта, эко-дома, работает все, развивается все. Так что стоит, как минимум, поизучать, либо посетить даже это место. Рядом есть, кстати, места, где можно очень классно поселиться и все это увидеть. Либо увидеть, хотя бы соприкоснуться с этим через Экофест 2020, поскольку было ограничение и карантин, сделали онлайн Экофест. То есть Экофест – это мероприятие, на котором компания и Анатолий Эдуардович рассказывает, как прошел год, чего достигли, какие победы, какие сложности, какие планы на будущее. Это делает каждый год. И сейчас это было в онлайн формате. Поэтому, если вас заинтересует, вы хотите узнать больше, посмотрите вот либо первых 4 видео, так вы напишите, Экофест 2020 онлайн. Это более короткий вариант, 4 видео. Либо пятое видео, 6 часов 50 минут. Это сначала, так сказать, прямая трансляция с выходом компании Skyward Community, где множество команд с разных уголков планеты приветствуют единомышленников по всей планете. Ну и, конечно же, с завершением, где и мне тоже удалось поучаствовать, начинать и завершать данное прекрасное мероприятие. Поэтому, дамы и господа, прошу приятного просмотра. Также хотел сказать о 2000 километрах. Зная положение стадии адресных проектов, сегодня уже можно говорить о протяженности транспортных маршрутов в пределах 850 километров. Кроме того, рассматривается подготовка и проектирование 200 километров трассы и 890, почти 2000 километров. Расположение проектов. Я здесь отмечаю проекты в Объединенных Арабских Эмиратах, Эстонии, Вьетнаме, Финляндии, Российской Федерации, Словакии, Кении, Нигерии. И это только то, о чем я в той или иной степени знаю. То есть, понимаете, насколько большие возможности, это даже при том, что мы еще не закончили сертификацию, не закончили 14 и 15 этап, с нами уже сотрудничают, работают и хотят, забивают очередь, чтобы как можно быстрее и первыми получить струнные транспортные системы в свое пользование для своих целей. Ну и также ориентировочная стоимость в целом по проекту. Ближайшие 2-3 года, начиная с 2021 года, планируется поэтапно расширение объемов реализуемых проектов. Главное – нарастить производственные мощности для выполнения рабочего процесса в разных регионах мира. Это означает организацию инженерно-технической базы для обеспечения строительства. В этот период планируется освоить объем работ в диапазоне от 950 до 1100 миллионов долларов. Но я думаю, что уже в этом году можно будет прогнозировать, рассчитывать на более высокие цифры. То есть нам сейчас не могут говорить всю информацию, как только она появилась, сначала ее полностью укомплектовывают, обезопасивают, сделают безопасно для компаний, для развития проекта. И только потом выводят ее в мир. Так делается в крупном бизнесе. А мы сейчас настроены на крупный бизнес. И с такими руководителями, как Надежда Косарева и Анатолий Эдуардович Веницкий, это действительно получается очень здорово. Если вы посмотрите, то сильные стороны возросли в десятки раз. Возможности мы о таких не мечтали, а они в десятки раз выше. Слабости все уменьшаются, становятся все меньше и меньше, потому что мы уже на 14 этапе, и они все перестают быть важными, потому что мы их перешагиваем. А опасности и риски уменьшаются на глазах, тем более, когда так много внимания, так много поддержки на официальном уровне. Потому что работа с арабскими мирагами, UK, National News, очень много из тропического мира следят и страны, и СМИ за продвижением и сертификацией нашей технологии. Так что у нас все хорошо. А стоит и вам узнать то, что вам интересует. Вас интересует для того, чтобы у вас были все аргументы. Чтобы и вам тоже было хорошо. Потому что как люди нуждаются в этом транспорте, так и транспорт нуждается в людях. Вы видите, что он готов, что он работает, он возит людей, ему необходимо лишь просто как можно скорее начать строить. Для этого закончить сертификацию. Для этого дофинансировать 14-15 этап. А для этого просто изучать самому и делиться информацией с другими людьми. Ведь, как происходит сейчас в Арабских Эмиратах, миллионы людей каждый день видят все новые и новые новости. О Skyway Innovation Center, сейчас он R&D Center, Research and Development. О Мэна-регионе, о SRTI Park, о уникальном парке технологическом, как Сколково в России, либо Силиконовая долина в Калифорнии. Где создаются и обрабатываются, улучшаются наивейшие инновационные технологии. Из них делают продукты и услуги и тогда расходятся по всему миру. И здесь, ведь Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах, она является культурной столицей по ЮНЕСКО. И здесь, на самом фасаде, выделили место для того, чтобы наша технология развивалась. Должны были быть другие проекты, уже спланированы. Но в итоге сказали так, здесь будет это. И сказал это главный эмир Шарджи, который является ученым, который, видимо, понимает, что делает ЮНЕСКИ. И захотел, чтобы это будущее было прямо фасадным лицом этого парка. А напротив него вы можете посмотреть американский студент Шарджи, 50 тысяч студентов, в котором будет кафедра Skyway, о чем уже упоминалось. Здесь, на данной территории, четыре трассы и много других комплексов. То есть это ресерч, центр развития и исследования. Когда я увидел это, подумал, о, как это долго будет. А они взяли и за полгода все спроектировали и начали строить. И мы были там. Мы были в Арабских Эмиратах. Сто человек из 98 стран мира. Мы приехали туда для того, чтобы завершить тренинг, последнюю часть тренинга по тому, как люди с разных уголков планеты, с разным образованием, разного возраста, разного менталитета могут объединиться и сообща работать над созданием и продвижением планетарной технологии экологической, которая будет в каждой стране. И мы успешно прошли этот тренинг. Моя задача была, я был организатором мероприятий, и здоровье, и оздоровление, дыхательные практики. И с утра суставная гимнастика, конечно же, делали. Внутри пальмы, в море, для того, чтобы все люди были готовы к целому дню, к серьезному дню обучения. Это более полтора года мы посещали разные страны и действительно делали огромные усилия для того, чтобы коммуницировать, для того, чтобы наш фонд Sky World Community, в котором уже 500 тысяч человек, мог дальше продвигаться и развиваться, мог дальше помогать создавать экологические технологии, делать этот мир лучше. Именно то, что необходимо для народа, для всего живого. И мы встретились с Анатолием Эдуардовичем. Мы увидели первое деревянное здание по нашей технологии, потому что там это противозаконно. Только по нашим технологиям можно было построить деревянное здание, по технологиям Анатолия Эдуардовича. Специальное разрешение. Мы видели первые промежуточные опоры. И по тому, что нам Анатолий Эдуардович рассказал, мы поняли, что это именно та страна, в которой стоит и в которой будет продвинут этот транспорт без проблем, потому что они интересуются лучшим. И самое интересное, кто-то подумает, ну у них же есть деньги, есть возможности. Не поэтому у них получится, потому что они не скептики, потому что инноваторы. Ведь данная технология по ресурсам дешевле всех стоит из всех видах транспорта. Дешевле всех. А эти люди двигаются за самым новым, за самым лучшим. И они это получат. Они это уже, можно сказать, получили. Потому что вот их город. И в этом городе у нас есть проект. Как раз, когда мы были там, уже объявляли о... В смысле, когда мы были вот прямо на этих вот шезлонгах, работали для следующего дня работы, так скажем, с нашими коллегами с разных стран, из 17 стран, мы уже тогда услышали первые новости о том, как прошли внутренние переговоры по Дубаю, по тому, как сделать адресный проект в Дубае. И у нас есть этот официальный адресный проект. 15 километров, 21 станция в Дубай-Марина, в самом центре, бизнес-центре мира и Объединенных Арабских Эмиратов. И будут наши струнные транспортные системы. Потому что они могут быть внедрены куда угодно. И проходить даже сквозь здание, через этаж, никак не задевая его. То есть внедрение полноценное куда угодно, как только может понадобиться человеку. Даже в старых городах мы придем на помощь. А в новых будет еще более крутое, разумное сообщение. И мы сделали. Ведь Арабские Эмираты сказали, нам не обязательно, чтобы вы заканчивали ваши все 15 этапов для начала контактирования и сотрудничества. Просто покажите нам, что у вас есть решение для наших тропиков, субтропиков. Покажите, что у вас есть решение к этому солнцу, которое очень сильно деформирует металл из-за своего расширения, очень жарит. И покажите, что у вас есть решение насчет вездесущего песка, который везде находится. И не будет ли технология страдать и рушиться из-за этого. И как по отношению к солям в воздухе. Потому что очень много солей в воздухе. И огромная коррозия происходит с разными металлическими конструкциями. И в итоге мы начали строить, построили первую трассу, сделали транспорт в тропическом исполнении, который полностью подходит в люксовом исполнении. И представили, и вы видите реальные фотографии. Мы представили это Шарджи, Эмиру Шарджи. И получили одобрение на продолжение дальше. Этот транспорт уже может катать людей. Сейчас очень много людей из СМИ, с Индии, с Индонезии, с Европы, с Африки приезжают сюда, чтобы посмотреть на то, как продвигается данная сертификация. Потому что это очень актуальный процесс для всех сопутствующих рядом стран. И в 2018 году не было, можно сказать, ничего, когда мы были. А сейчас там полноценный парк. Огромный. При том, что и в Марьиной горке все развивалось. И в Объединенных Аврабских Эмиратах развивалось. Это при том, что был карантин. Были определенные изменения и сложности. Мы все равно совсем справились. И двигаемся дальше. Потому что уже строятся другие трассы. Они уже тестируются. Тестируются уже и новые виды транспорта. Дамы и господа, только поизучать. Понятное дело, я вам за час-полтора не смогу передать всю информацию. Но ведь даже уже грузовой транспорт с очень-очень привлекательной рекламой на нем для всего мира происходит. Потому что это фурор в грузоперевозках. Один доллар за сто тонн на километр. И это делает наша компания. Это делает Unisky Stream Technology. И это делается с помощью компании Sky World Community. Подумайте, транспорт с сотнями транспортных средств может управлять один или несколько людей. Абсолютно безопасно. Просто в некоторых местах принимая решение, когда это будет необходимо. Транспорт будущего, который уже вы видите здесь и сейчас. Который реализуется на ваших глазах. Который реализуется мной. И такими людьми, как я. Обычными, простыми людьми, которыми есть дело до нашего общего дома. До нашей жизни. И сейчас мы представим на Экспо 2020, который пройдет в 2021 году. Мы представим очень-очень хорошие успехи уже на данный момент. Потому что уже в 2020 году намечалось огромное количество встреч и создания новоадресных проектов. Уже контрактов на более чем 50 миллиардов долларов. Что будет сейчас? Мы стали еще сильнее. Еще больше можем показать. И эта осень будет знаменательна. Потому что будет проходить эко-фестиваль. И будет проходить экспо. И мы прогляним на всю планету. Хотя это происходит уже и сейчас, дамы и господа. Ведь приезжают делегации. Как я говорил, Индонезия, Европа. Соседние страны с Объединенными Арабскими Эмиратами. Для того, чтобы посмотреть, как продвигается работа. Насколько все реально. Насколько перспективен процесс. Насколько действенен транспорт. И сейчас все убеждаются, что он максимально действенный, настолько, сколько можно представить. И начинают работать с ним. Дамы и господа. Перед вами самый инновационный, самый надземный, скоростной, самый безопасный, самый экономичный и легко интегрируемый экологически чистый транспорт на планете. Который создает народ под предводительством, так скажем, под начинанием генивального ученого, который всю жизнь отдал экологическим технологиям. Мы почти уже завершили. Но как и на первом этапе финансирования, были важны люди и их средства, их слова, их энергия. Так и сейчас. Поскольку на первом этапе нужно было сделать мало дел, и на это нужно было мало средств, времени и энергии. А сейчас мы делаем самые глобальные, большие, дорогостоящие прорывы и сертификации. И особенно это скоростной транспорт передвижения со скоростью 500 км в час. Мы уже очень близко. И все это делается, поддерживается компанией с помощью договора конвертируемого займа. То есть мы как бы кредитуем компанию, кредитуем, чтобы она развилась. И в итоге можем согласиться на то, что становимся совладельцем компании, не получаем свои средства назад. Эта практика и в Европе, она достаточно уже хорошо практикуется, и в ней нет никаких проблем. Есть подобные тысячи проектов, дамы и господа. Я просто рассказываю вам о самом важном, о самом актуальном. О том, без чего будущие проекты не будут существовать, если мы дойдем до точки невозврата. Те экологические решения, которые предлагает Анатолий Эдуардович, они не на 10 или 20 лет, а на сотни лет вперед. А если взять все его проекты, то, возможно, и на тысячу лет. Потому что направление жизни, направление того, куда он стремится и как разумно он все изобрел уже. Думаете, почему мы так быстро строим, быстро реализуем? Потому что 16 транспортных средств плюс все остальное, плюс производство за 5 или 6 лет, это нереально быстро. Потому что у Юницкого все готово уже. И сейчас он просто это реализует. Так же, как и некоторые будущие проекты, они уже готовы. Мы лишь ожидаем, когда завершим 15-й, эта компания выйдет на самое финансирование, будет приносить огромную прибыль в дивидендах, либо капитализацию. То есть вы сможете в сотни или в тысячи раз дороже продать свою долю в компании, либо ежегодно получать дивиденды. Размеримо прибыль, соразмеримо прибыли компании. Если я не ошибаюсь, 20% от прибыли компании будет идти ее совладельцем. И данная технология действительно поможет развиваться следующим. Экодомам, гумусу, линейным городам, экологической сфере, в биосфере, а техногенной сфере, там, где нету биосферы, там, где нету понятия экологии, в ближнем космосе. И этот транспорт разойдется очень быстро. Как разошелся когда-то телефон. У нас был пейджер, а потом телефон. И всем стал удобен достаточно телефон. И быстро это, никого не спрашивали. Это просто стало удобно и лучше. Поэтому если сейчас уже узнать о том, что существует, мы просто быстрее к этому придем. А почему это важно, дамы и господа? Скажу вам одну вещь. Это технологические уклады. Каждая из этих технологий, когда появилась, перевернула мир. Изменила его вдоль и поперек. Так, например, когда появилась металлургия и железная дорога, мир серьезно изменился. Когда электроэнергия появилась, мир очень серьезно изменился. Дальше нефтехимия, автомобилестроение и авиация тоже дало огромные изменения в мире. И дальше произошла наша, пятый технологический уклад, наше изменение, в котором мы сейчас живем. Виртуальная реальность интернет и гаджеты. Важная сфера, которая вошла в мир, которая есть сейчас везде и пронизывает его всюду. И сейчас мы делаем все очень быстро, кроме самого физического перемещения. И мы сейчас переходим уже в современный мир, в мир нового будущего. Потому что технологии, например, нанотехнологии многие, они укладываются даже в голове, насколько огромные возможности. И сейчас одна из самых актуальных вещей – это как сделать мир чище и как перемещаться в нем с грузами или с пассажирами. То есть мы стоим у главной проблемы 21 века на данный момент. И мы ее способны полностью решить целиком. Смотрите, это те компании, которые сейчас создали мир таким, каким мы его знаем. Это гиганты пятого технологического уклада. Они были маленькими, никому неизвестными. Но было много информации, и люди решили ее собрать. И сделали компанию Google, в которой часть которой стоила 10 долларов, сейчас стоит 100 тысяч долларов. И это реальная капитализация. Apple, компьютеры, один из тех, кто их изобрел, даже сам подумал, что это не нужно будет. И другие люди вообще об этом ничего не знали. Тем не менее, кто-то понимал, что это необходимо, что это важно, что это будет полезно. И так и произошло. 8 долларов, которые были в этой компании за 38 лет назад, сейчас стоят 550 тысяч долларов. И это тоже историческая статистика. Либо Alibaba. 100 долларов за 18 лет – 1 782 000 долларов. Представьте, сколько тысяч раз. И это все реальная статистика. Просто потому, что миру это было нужно. Просто потому, что это было важно. Также и Microsoft, Walmart, Boeing. То есть эти компании создали пятый технологический уклад, потому что делали то, что было важно для всей планеты. Невзирая на то, хочет она этого или нет. Это было актуально. Это было необходимо. Дамы и господа, я сегодня попытался представить вам, что актуально и необходимо на нашей планете для каждого человека. Попытался показать, что является делом каждого. И просто подумайте, хотели бы вы быть совладельцем одной хотя бы из этих компаний, хотя бы на 1 доллар, например, в Alibaba. И иметь за 1 доллар, это, не знаю, хлеб хороший купить или шоколадку. А это стоило бы через 18 лет 17 тысяч, 182 тысячи. Дамы и господа, это реальность. И вы стоите перед такой реальностью. Вы стоите перед технологией, которая самая крупная в этом мире, в будущем. Интеллектуальная собственность оценена в 400 миллиардов долларов. То есть данная технология, это больше, чем все эти технологии, которые были в театре технологического уклада, это самый крупный бизнес в истории человечества, самый дорогостоящий и прибыльный. Самый коррумпированный, это главный фактор, почему еще на всей планете нет SkyWay, потому что уже 10 лет как строили, а то и 20 с помощью усилий Анатолия Эдуардовича. Но сейчас все получилось, все получается. И с каждым из вас оно получится быстрее, как и каждый из следующих проектов. Ведь этот транспорт уже живой и функционирует. Можно встать в стороне, а можно подключаться к компании SkyWorld Community, узнавать больше, найти много единомышленников. Вся информация о том, что делать, как делать, с обучениями, с контактами, в каждой стране, в каждом регионе есть единомышленники. Во всем мире вам нужно лишь только поинтересоваться. и написать мне, либо на корпоративную почту, либо на Фейсбуке. Я постараюсь вам ответить на вопросы, как вы можете использовать всю эту информацию, либо часть ее в своей пользе. То есть, как вы сможете сделать это благом и для себя. Главное, не забывайте, 15 этап не загораем. У каждого есть возможность поучаствовать. Он закончится достаточно быстро. Помогите миру стать лучше и быстрее. И мир отблагодарит вас тем же. И это только начало. Мы завершим этот проект. Он будет давать дивиденды, огромную капитализацию. А мы продолжим следующее. Эко-дома, которые сами себя обеспечивают. Линейные города, экопоселения, транснет-сфера, которая опоясывает все континенты и передвижение в фар-вакууме до 1250 км в час. Вынос вредоносного производства на орбиту Земли, ближний космос, подальше от биосферы, там, где нет понятия экологии. А у нас оставляют только экологические технологии. Разработки, точнее, внедрение разработок Анатолия Эдуардовича по экологическим электростанциям, которые мы с помощью сланцев нашей планеты и гумуса, с помощью экологических процессов смогут получать электричество, которое хватит на всю планету более чем на 10 тысяч лет. Эти все технологии есть. Им нужно только дать возможность реализоваться. Дать человеку, для которого это важно, все ресурсы и возможности, свою поддержку для того, чтобы он делал то, в чем он так хорошо разбирается, то, на что он поделил всю свою жизнь. Потому что это важно больше, чем собственная жизнь. Таким образом, дамы и господа, мы сможем стать воистину космической цивилизацией. Потому что в космосе у нас есть неограниченное количество простора. И мы, наладив на земле ситуацию, сможем двигаться и дальше. Начало этого проекта будет в 27-м году. Он уже написан. Он написан несколько лет назад, уже краудинвестинг на него. Эта информация, я очень интересовался, и она до меня дошла. Поэтому стоит только поизучать. Изучайте, интересуясь. Расскажите каждому человеку хотя бы один раз о том, что вы услышали и увидели. Ведь это будущее всей нашей планеты. Спасибо большое за ваше внимание и за ваше время. Будьте здоровы, дышите глубже. Желаю вам улыбок, океаны, как от других людей, так и своих собственных. С вами был Артем Курбанов. Компания SkyWorld Community. Хотел бы, чтобы вы запомнили. Мы взяли нашу планету и получили ее не в наследство от наших родителей. Мы взяли ее, взаймы у наших детей. От нас зависит все. Будьте здоровы. Улыбок.